Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Александр Антонюк, политический эксперт. Здравствуйте, Александр. Приветствую вас. Сегодня будем говорить о таких вещах. Ядерное оружие в Беларуси, почему оно и для чего оно. У Путина нет замка, и он не обворовывал страну, заявил главный пропагандист, и Путин всех достал. Смена власти в России. И происходит это, какие-то движения или не происходят. Но об этом, обо всем мы сразу поговорим с вами после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что таблица интервью, короткие вопросы, короткие ответы. И вот такой вопрос, который интересует зрителя. Путин сказал, что Кремль не создает военный союз с Китаем. В это можно поверить? Пока что нет. Потому что, если это сегодня не о союзе, о Китае, то это в любом случае в будущем будет выглядеть как политическо-военный союз. Что-то на как раньше был Советский союз социалистических республик. Вот у меня где-то ощущение по Китаю, что это выглядит где-то так. Не сегодня, но в обозримом будущем вполне возможно. Только тогда Москва будет в Пекине? Да, да. И это будет не Москва, это будет действительно столица Пекина. А Москва будет просто уездным городом. Так как это выглядит. Расчет в юанях для России это плюс или минус? Это безысходность. Это обесценивание рубля. И невозможность в нужном объеме получать другую валюту, к примеру, доллары или, скажем, евро, валюты, которые в обиходе во всем мире. То есть это говорит о том, что Россия уверенно скатывается в всемирную финансовую изоляцию. И кроме Китая у нее уже других вариантов особо уже и нет. Крым можно вернуть только политическим путем? Нет. Крым вернется военно-политическим путем. Причем фраза политическая, скажем так, это скорее выглядит как бы для дополнительных условий, которые позволят оккупантам выйти перед, скажем, большим-большим штурмом. Мы сейчас не будем говорить сам, как момент, как это будет выглядеть. Но я думаю, поскольку мы люди некровожадные, цивилизованные, то предложить оккупантам покинуть территорию заблаговременно, я думаю, мы таки сможем. Это и будет выглядеть как под политическим путем. Второй эпизод политического пути возвращения Крыма, это уже когда мы будем контролировать эту территорию и когда Китай или другие наши партнеры будут нас убеждать сесть за стол переговоров. Так одним из критериев перед тем, как садиться за стол переговоров, Россия должна будет нести изменения в Конституцию, в свою Конституцию, где должна будет исключить незаконно аннексированную территорию, начиная с 2014 года. По мне, я понимаю именно этот аспект возвращения политическим путем или военно-политическим путем всех наших территорий, включая Крым. Но опять же, ключевое в этом контексте, это все-таки военно. Политически это просто завершение этапа. Пригожин может победить на выборах в России? На парламентских, если ему позволят, конечно. На президентских? Нет, я думаю, что это не тот вариант и не того качества человека. Думаю, на президентских у ФСБ есть несколько других вариантов. И это будет, опять же, исходить из той политической конъюнктуры, в которой Россия будет скатываться. Она и так скатывается. Но Пригожин, президент, мне кажется, это маловероятно. Вообще, Пригожину нужно задуматься о том, доживет он ли до выборов. Потому что люди такого качества иногда попадают под слив, их убирают. Они иногда подскальзываются на банановой кожуре и выпадают из окна. Ничего в этом нет, никаких совпадений. Да, или, как бывает, попадают под большой грузовик, как вот это было недавно с одним из коллаборантов Украины. Так что многие вещи могут быть. А победить на президентских выборах, ну, во-первых, узнаваемость, качество не то. И среди элит он все-таки не пользуется большой поддержкой. А вот заменить собой своим проектом ЛДПР, ну, пожалуйста. Хорошо, давайте поговорим теперь о вопросах, которые нас интересовали последнюю неделю. Наверное, самый главный вопрос – это ядерное оружие в Беларуси. Для чего это нагнетание? Ведь это повод, на самом деле, Западу опять поставить какое-то новое оружие в Украину. Да и Китай явно был против, намекая Путину, что не нужно размахивать ядерной дубинкой. Объясните это решение Кремля. Ну, во-первых, я думаю, это поднятие ставок очередного. И вопрос размещения ядерного, потенциально ядерного оружия на территории Беларуси – это не только об Украине. Это Кремль таким образом показывает Западу, в конечном итоге опять же НАТО, в том, что у них есть возможность территориально расширивать свои зоны влияния, в том числе и зоны ядерного оружия. Это некий как бы ответ Анджея Дуди на согласие разместить на своей территории американское ядерное оружие. То есть вот тут уже пошла некая такая гонка. То есть Украина, конечно, вот понятное дело, номер один цель. Но опять же, это должно на мнение, по рассуждениям Кремля, заставить задуматься или напугаться таких стран, как Польша, как Эстония, Литва и Латвия. То есть вот мне кажется, вот в этом нужно смотреть контекст. Ну, скажем, пока что о размахивании ядерного оружия, ну, кроме пропаганды, речь не идет. И насчет Китая, мне кажется, тут как раз Китай лукавит. Потому что одно дело шантажировать размещение или, скажем так, применением ядерного оружия против Запада, против Украины. А другое дело расширять свой зонтик. А Китай очень заинтересован в ядерном зонтике, которым владеет, который может дать Россия именно Китай. Потому что Китай хоть и ядерная держава, да, большое ядерное государство, но с таким потенциалом, который есть у американцев, Китай, ну, точно такого потенциала у него нет. В принципе, такой потенциал, к сожалению, для нас является только у Российской Федерации. В этом плане, я думаю, что Китай как раз, мне кажется, возможно, я сейчас, опять же, занимаюсь конспирологией, но мне кажется, что согласование на уровне Путина и Синь Цзиньпинь таки имело место. И, как видим, оно было положительным. То есть, без разрешения СИ команду Путин не мог дать о том, чтобы попробовать разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси? Алексей, я думаю, что это не разрешение. Это, скорее всего, было, как на нашем языке это называется, сверка часов. Тут вопрос не в том, что, а можно я размещу? Эти планы вынашивались еще раньше Путину. Еще до начала широкомасштабной фазы у девятилетней войны. То есть, в принципе, я думаю, что про это Путин начал задумываться на начало 21-го года. Это уже когда ему удалось вместе с Лукашенко оккупировать полноценную территорию Беларусь. Давайте вспомним с вами о тех митингах, о тех акциях протеста, которые были в Беларуси, которые не согласны были с вот этой большой фальсификацией. И когда протест был подавлен, то есть для Путина стало очевидно, что территорию Беларусь нужно уже брать полностью под контроль. Тут вопрос как раз то, что Лукашенко играет вот эту просто роль президента. Хотя это же нелегитимный президент, если говорить. Это псевдопрезидент. И в данном случае размещение ядерного оружия, это как бы, знаете, вот как зверюшки метят свои территории, это некая такая метка, да, то есть территория. То есть Россия таким образом опять же возвращается к этой концепции Советского Союза, где на территории, где она руководит, где она является по существу хозяином, размещают тактическое ядерное оружие. Так по всей России, кроме Чечни. То есть, да, потому что все-таки доверие этому народу у россиян таки нет. А на всей территории, там, включая Сибирь и теперь уже Беларусь, это вот можно даже оценить, что Беларусь по существу пребывает в таком процессе, таком неформальном, но процесс аншнюза уже вот как бы такой происходит. Вот тут это сигнал для нас, это сигнал для мира. Ну и, естественно, в этом плане Китай только, я думаю, очень довольна. То есть это некая более долгосрочная и дальновидная стратегия, именно в которой бенефициаром в любом случае будет Китай, даже если Россия и сохранится в качестве республики и вассала Китайской Народной Республики. Вот интересно, в этом понимании Путин не боится, что после проигрыша войны с Украиной то ядерное оружие, которое будет размещено на территории Беларуси, Лукашенко с удовольствием поменяет на какие-нибудь преференции для себя. Например, там, снятие с него трибунала, там, и всяких таких вещей. Говорит, ядерное оружие, ты забираете, зачем оно нам надо? Я думаю, что, к сожалению, к этому тоже не дойдет, потому что Лукашенко не влияет на ситуацию в стране, ну, кроме того, отдать формальное приказание идти войскам на территорию Украины или нет. А второй момент, никто с Лукашенко на эту тему говорить сейчас не будет. Не сейчас, не в обозримом будущем. Даже если благодаря Украине нам каким-то образом и Себрам удастся отбиться вот от этой китайской экспансии, которая вот сегодня происходит на территории ихней страны. Вот тут очень-очень в этом плане сложно. То есть Лукашенко не сохранится в качестве диктатора. Это если мы говорим о освобождении. Если они, а они так выглядят, что они попадают вот именно под эту зону влияния уже Китая, поскольку они оккупированы Россией, то тут как раз вот Лукашенко даже никто этот вопрос уже не поставит. Наоборот, Лукашенко сегодня говорит, что давайте побольше нам этого оружия, это нас защитит. То есть диктаторы будут делать все возможное для того, чтобы сохраниться и сохранить свое влияние и тот режим, в котором они живут и здравствуют. Если очень коротко, да или нет, Путин готов нажимать на такую кнопку? Пока нет. Поехали дальше. У Путина нет замка и он не обворовывал страну. Это рассказал школьникам главный пропагандист Дмитрий Киселев. Зачем идет вообще такая программа отбеливания Путина? В Кремле не уверены, что все верят в партию и в царя? Вопрос в том, что вождь и лидер должен быть всегда чист. Это исконный подход русской пропаганды. Раньше Сталин у них был. Перед этим лением, перед этим еще царь. Это касается СССР Путина. А учитывая то, что фильм Навального получил Оскара, тут еще один из моментов. Как бы ни закрывали вот этот краник информационный, но все равно это где-то на кухнях обсуждается. А если Оскара получил, а может вот этот фильм, он вам не Димон, там же целая серия выходила. И вот этот контекст, о чем говорили, вот эти фильмы все равно начинают обращать более материально. То есть обговаривать в глубинках и, скорее всего, в Москве. Проще в этом плане начинать уже контрпропаганду как раз против этих проектов, которые запустили еще раньше. Мне кажется, это только в этом контексте. Потому что учитывая, опять же, то, что проигрывается война, что каждый день в России идут большим количеством гробы. Я тут недавно видео просмотрел в социальных сетях. То есть, как человек говорил, еще месяц назад здесь был пустырь, а теперь очереди стоят из катафалков. То, естественно, в агрессии, когда их граждане будут искать крайних поражений, то, естественно, Путин будет номер один. И в контексте того, что нужно было в армию вкладывать, а не обворовывать и строить замки. Вот это как раз в этом случае, как раз эта контрпропаганда, вот мотив ее основной именно такой. То есть, отвести удар главный от царя на какие-то там... Ну, пока что да. Пока это возможно. Когда уже будет смута, то я думаю, что пропаганда тут уже в день не будет. И в истории России, как в истории Советского Союза, мы очень хорошо помним, как работала тогда пропаганда. По крайней мере, я еще в школе учился. Но некоторые эпизоды я такие все-таки запомнил. И я думаю, что она уже не сработает. Но для поддержки такой, скажем, температурного режима, еще пока оно контролируется, естественно, пропаганда будет заниматься до последнего. Если коротко, почему Николаю II не простили тысячи погибших в Первой мировой, а нынешнему царю Путину прощают? Потому что силовой блок и карательный аппарат в России за эти года вырос в разы. Это первый момент. Второй момент. А не простили кто? Народ? Или не простил истеблишмент? Истеблишмент. Вот. Поэтому еще говорить о том, что Путину что-то не простили, мне кажется, очень рано. Как по мне, он умрет точно не своей смертью. Опять же, мы не знаем, это его застрелят, расстреляют, как Николая II, или он выпадет из окна, или где-то утонет, как атомоход, атомная подводная лодка в Курск. У него большое меню и большой выбор. Как уйти в мир иной. Но то, что ему еще не простили, да, он еще контролирует и контролирует ФСБ полностью ситуацию в Российской Федерации. Но как только начнется хоть какие-то мятежи, то я думаю, что вопрос о его прощении или непрощении будет чуть-чуть в другом контексте. Хорошо. Развивая этот вопрос о том, что Путин всех достал, появилась запись там, где Иосиф Пригожин, не тот, который Пригожин, а другой продюсер. Тот, который же муж Валерии. Точно. Он прокомментировал свой разговор с миллиардером Фархадом Ахмедовым. Ну, вы, наверное, слышали этот разговор. То все, наверное, слышали. И сказал, что какие-то фразы, да, действительно, возможно, его, что голос, возможно, похож, но все остальное это придумала нейросеть. Как вы считаете? Нейросеть тут при чем? Ну, если учитывать, что у них мозги все прополощены пропагандой, то даже иногда их нейросеть говорит то, что она чувствует. Ну, опять же, мы говорим о том, что градус среди эстеблишмента поднимается. И когда мы говорили о смуте, то это не народная смута. Это смута, которая будет провоцироваться так званными элитами России. И тот же Пригожин и первый, и Пригожин второй, может быть, и третий найдется, мы еще даже не знаем, какой там большой выбор. Они станут в основе вот этого мятежа и народного гнева. Ну, в этом мы можем не сомневаться. А то, что у них такие настроения упадочные, да, то есть, ну, да, они говорят тут, опять же, эта запись подтверждает то, что я сказал раньше, что на кухнях они об этом уже говорят. Поэтому, опять же, пропаганда начинает заниматься, контрпропагандой. Но она может быть работать, ну, для какого-то там количества, ну, да, для глубинного народа она еще как-то сработает, но не для элит. Это первый момент. И второй, опять же, мы возвращаемся к вашему предыдущему вопросу, простят ли Путину, опять же, измену Родины. Назовем это так, потому что развязав войну и потеряв даже раньше оккупированные территории, это, да, это предательство. Это будут, опять же, трактовать именно так. Но что самое главное? Вы знаете, вот интересно, что первыми начнут переобуваться те, кто поддерживал войну против Украины и оккупацию территорий, как наши, так и предыдущие. И вот среди них мы видим, опять же, мужья пропагандистов, а значит, мы скоро увидим и пропагандистов в другом амплуа. В принципе, тенденции уже такие есть. И это очень радует, что такие настроения у них появляются. То есть они существенно отличаются от того, что было год назад. Давайте поговорим о следующем. Если звезды зажигаются, то это кому-то нужно. Если такой разговор проявляется, кому это нужно в первую очередь? Кто-то же не просто сам Пригожин взял себя, записал на ней рассеть. Конечно же, да, это все он придумал и выложил в интернет. Кто-то же это сделал. Ну да, это могли сделать те же российские спецслужбы. Почему бы и нет? Для чего? А мы с вами в предыдущем выпуске имели разговор, что ФСБ сейчас ведет еще одну линию, линию для контроля ситуации в России. И у них же прекрасное понимание есть, что выиграть войну они уже не смогут. Они прекрасно моделировать ситуацию, умеют моделировать и понимают, что если сейчас ситуацию не взять под контроль даже вот этот народный гнев, то можно потерять влияние, а значит можно потерять в их контексте и страну. Им это надо? Нет, значит нужно. Если что-то нельзя победить, это нужно возглавить. Поэтому я думаю, что такие процессы у них происходят параллельно. Я думаю, что это не единственная запись, которая может появиться в информационном пространстве. Ну уж точно. Ну уж точно. Я не думаю, что мы бы тратили свое время и свои ресурсы для того, чтобы мониторить никому не нужного музыкального продюсера в достаточно ограниченном музыкальном рынке. Особенно если учесть, что они появляются под санксом. Значит, это все-таки проделки их спецслужб или, скажем так, патриотически настроенных. Сегодня они начинают говорить чуть-чуть другие тезисы, за которые можно сесть в тюрьму. Тут опять же появляется другая история, что уже среди пропагандистов, музыкантов говорят что-то, то, что не входит в рамке официальной пропаганды. Об этом говорить начинают на кухне. Это тот момент, когда вы формируете на качестве противостояния контролируемый хаос. Вот тут я в этом формате вижу как раз и основную задачу. А не потому, что кому-то что-то нужно там показать, чтобы другим неповадно было. Люди всегда сплетничали, люди всегда говорили по телефону секреты. И не только по телефону. Они будут продолжать это делать, независимо от слива. Но показатель общей температуры по палате, которая начинает подниматься, она естественно демонстрирует и показывает вот эту ситуацию. Смена власти в России. Возможно ли, что Путин в каких-то условиях готов самоустраниться, по вашему мнению? Нет, я думаю, пока он будет жив, он будет держаться за власть до конца. В этом как раз и концепция. То, что ввели изменения в Конституции России. Это как раз то, что он развязал войну. У него же задача, как он себе поставил задачу, повторить судьбу того же Петра, собиратель русских земель. И он одержим, и это уже болезнь, и вряд ли он самостоятельно уйдет. Получился Владимир, Владимир протерятель русских земель. Да, да. Почему мы все не вспомнили за судьбу Николая Второго. Он как раз идет не путем даже не Сталина, мы же там попробовали образ Сталина прикрепить, что он как Сталин занимается развитием России. Он как раз идет путем Николая Второго. Тут уже полная аналогия. И удерживаться на какие-то условия, что он уйдет из власти, он точно не будет. Я, скорее всего, поверю в досрочные президентские выборы. Какие условия должны сложиться для того, чтобы случились досрочные президентские выборы? Инфаркт, инсульт. А для инфаркта, я понял, а для инфаркта, инсульта, какие условия должны случиться? Ну, скорее всего, это будет, официально это будет старость, а я думаю, настоящая, настоящая причина будет все-таки дворцовый переворот. Россия богата именно на такой метод изменения власти. Это было всегда и, скорее всего, это будет и в этот раз. А дворцовый переворот, вот для него какие должны сложиться условия? Ну, вот мы уже с вами видим, как поэтапно поднимается градус. Если об этом уже говорят в эстеблишменте, если об этом говорят на уровне, скажем, рядовых спецслужб, опять же, исполнителей, которые будут все равно контролироваться этими спецслужбами, если об этом говорит даже Иосиф Пригожин, то обстоятельства с каждым разом все складывается и складывается для нас благоприятно. Естественно, усиливаться этому процессу будет наша мощь, наших вооруженных сил и каждый метр до оккупированной нашей территории, включая автономную республику Крым. Или автономную республику Крым, включая другие территории. Переворот, по вашему мнению, случится до победы Украины или уже как следствие победы Украины? Это будет параллельный процесс, потому что даже до оккупации наших территорий это еще не окончание войны. Потому что о победе мы должны будем говорить тогда, когда мы вступим в НАТО, это будет гарантия наших побед, когда мы сможем довести в международном суде, в ГААГе, вот этот преступный режим, который был в России, и который остается в России, когда он начнет за это еще отвечать. Вот это будет окончательная победа. А это будет просто деоккупация, естественно, это наша моральная и национальная победа, которая может быть еще нигде не зафиксирована на бумаге. Это главный момент. Но этот будет процесс параллельно. Ну, условно берем, это может случиться в ближайшее время, и это усилит темпы нашей деоккупации. это может случиться после деоккупирования того или иного какого-нибудь региона. Ну, к примеру, опять же, Крым. Мы с вами сейчас не знаем, что мы быстрее освободим Крым или Донецк. Об этом, я думаю, пока что не знает никто. Но освобождение одного из этих регионов может создать все благоприятные предисловия или условия для этого же дворцового переворота. Это, опять же, будет зависеть, как кипеть будут у войсках, в ЧВК, как это будет кипеть, опять же, на уровне эстеблишмента, который с каждым днем теряет, опять же, свои материальные ценности, так и вообще перспективы. И что самое главное, тут еще один наш козырь, который мы должны иногда использовать, это перспективы для детей, вот этих пропагандистов и вообще вот этой всей элиты, которая сегодня является власти России. Кто у руля будет после переворота? Ну, скорее всего, что независимо от того, кто будет персонажем, актером, руководить будет ФСБ. Они делают все для этого возможно. Хорошо, ФСБ это кто? Давайте это коллективно, это опять же, это коллективно, мы с вами в предыдущем говорили о Рудском, это может быть кто-то другой, то есть это будет не единоличный управленец, а учитывая экспансию Китайской Народной Республики на территорию России, и с каждым годом она будет ощущаться все больше и больше и больше, то я смею предположить, что руководить Россией будут в том числе из Пекина, а кого они поставят или проведут под условными там выборами, хотя в Китае нет выборов, это уже значение особо не имеет. Я мало верю в демократизацию Российской Федерации, потому что для того, чтобы Россия стала демократической, она должна распасться на несколько десятков республик, она должна быть под внешним контролем цивилизованного мира, и только на второе поколение появятся намеки на что-то похожее, человекоподобное, допустим, и только на третьем поколении мы можем говорить, и после того, как в России и в этих всех республиках пройдут осуждения вот этого режима, вот этих преступлений, причем на законодательном уровне даже, вот только тогда мы можем говорить, что эти люди, это общество идет на выздоровление. До этого момента это будет общество рабов, к большому сожалению, даже если там есть, я уверен, в России есть, пускай это будет не так уж и много, но адекватных людей, которые абсолютно понимают, что их ждет, в данном случае, но они не влияют, они не являются вот этой силой, критической массой, которая может изменить ситуацию в России, поэтому, к сожалению, большому для них, опять же, ничего хорошего в ближайших лет 30, а то и 100, их, скорее всего, не ждет, хотя, опять же, может поменяться ситуация в геополитике, третья мировая может стать в одной из основ, но давайте, об этом мы сегодня говорить не будем, пока что в России перспективы темные, черные дни. Давайте перейдем ко второму блицу от наших зрителей, напоминаю, что это короткие вопросы, короткие ответы, и такой вопрос, Путин больше нелегитимен только для Запада? Ну, пока что да. Он не то, что нелегитимен, он токсичен, он токсичен, потому что легитимность его оспаривать Запад точно не будет, потому что большому сожалению для нас, в первую очередь, и для Запада, Путин пока что пользуется большой поддержкой русского народа, как и, опять же, война против Украины, это как раз о легитимности, вот, но легитимность его начинает очень сильно проседать, я так думаю, да, и от любви к ненависти, как говорится, один шаг, с ним считается странным статалитарным режимом, и как ни крути, опять же, Китай, Син Цзиньпинь встречался с Путиным в первую очередь, хотя не в первую очередь встречался с Лукашенко, он с нелегитимным, он в первую очередь встречался, но хотя им как-то все равно на мнение Запада, но Путин считается легитимным, хотя и преступником. Китаю выгоден Путин или выгоднее без Путина? Пока что выгоден Путин, потому что пока Путин занимается вот этими преступлениями, бешенством таким, весь мир как минимум на год отвел глаза от Китая, в первую очередь Соединенные Штаты, если в свое время в Соединенных Штатах одной из ключевых угроз считался Китай, то как минимум на год этот контекст выпал из информационного и политического пространства. В этом контексте он очень выгоден Китаю. В данном случае, да. Как это будет уже завтра, если ситуация будет неконтролируема со стороны Пекина, естественно, Путин перестанет быть выгодным. Мне кажется, это будет. Путин или двойник встречался с СИИ, как вы считаете? То, что я видел по картинке, ну, сразу скажу, не знаю, но могу предположить, из тех критерий, которые описывали у нас в Украине, те, кто разбирается в этом очень хорошо, то, скорее всего, что все-таки встречался с СИИ, Путин. Это как раз видно по руке. А вот ездить в Крым, ну, на нашу оккупированную, в Мариуполь, на наши оккупированные территории, это человек, похожий на Путин. Двойник или даже тройник. Китай поставит оружие Кремлю? Напрямую однозначно нет. Об этом речь не идет, потому что по большей геополитической плану Китая, Китай не готов сегодня зарываться Западом и получать за это санкции и, естественно, проседать экономически. Хотя режим коммунистической партии предусматривает разные сценарии, в том числе и потеря богатства и бедность, но, опять же, я думаю, с состоянием на сегодня Китай не готов напрямую поставлять оружие. Через третьи страны или создавать условия, где по их франшизе ворованные технологии или купленные технологии будут использоваться третьими странами для продажи России оружия. Вот этот вариант я рассматриваю как более реальный. Может ли Китай заполнить? И об этом, кстати, я думаю, ввелись переговоры между Лукашенко и сначала представителей коммунистических партий, то есть на уровне кураторов, а потом уже на протокольной встрече эти тезисы были озвучены между Синдзимпенем и Лукашенко. Может ли Китай заполучить ядерное оружие России? Ну, скажем, ему оно как таковое не нужно, это ответственность, но получить ядерный зонтик от России Китай может, более того, он на это и рассчитывает. У Китая есть и свое ядерное оружие. В принципе, для минимальных задач ему этого хватает. Китай не намерит его использовать, про это говорит их доктрин. Я думаю, что это понимают и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому Китай, оно с точки зрения прямого баланса точно не интересует. А вот так как оно в положении и состоянии на сегодня, вот это их абсолютно устраивает. Потому что, смотрите, Китай проводит очень неплохую экспансию на территории России. Никто же не назовет это оккупация. Это нормальная экспансия. Это их не такой метод удала. Они получают гарантии безопасности от России в качестве опять же ядерного оружия. Учитывая триаду России и учитывая даже скажем то, что и у Китая и даже в Северной Корее есть ядерное оружие, ну, они чувствуют себя довольно в этом кодексе безопасности. Большое спасибо, Александр, за сегодняшнее интервью. Все очень четко по полочкам. Интересная аналитика. Хорошего дня и ждем победы Украины. Взаимно. До встречи и опять же до победы наших.